Сегодня рассматриваем регулированный цен на товары, продовольствие товара первой необходимости. С точки зрения законодательства, я считаю, в основном все подготовлено. Но нет ответа на главные вопросы, без которых не может развиваться устойчивая ни одна отрасль. Главные вопросы связаны с курсом, с формированием бюджета и соответствующим финансированием, в поддержке наиболее ярких личностей и хозяйств. Я задам сейчас несколько вопросов. Здесь сидят выдающиеся организаторы сельхозпроизводства, руководители Грудинина, Казанковы, Таранин, ученые крупные. Слушают нас, представители почти всех регионов. Но каким образом можно решить проблему, если в цене хлеба труд крестьянина 8-10%? Никогда вы не решите, он не заинтересован его производить. Каким образом можно связить цены, если, слушайте, в 2006 году литр бензина стоил 12 рублей, а баррель нефти 65 рублей. Сейчас литр бензина стоит 48 рублей, а баррель нефти стоит 67 рублей. Вы ничего не решите. Как можно регулировать цены и поддерживать своего товаропроизводителя, если на 90% у нас иностранные сети, которые вытаскивают деньги из страны и не заинтересованы поддержкой никого. Грудинин вырастил 1200 тонн выдающейся клубники. Я вместе с ним добивался 2 недели, чтобы ее приняли в московских магазинах. У меня сколько, почти 200 тонн погибло, или 300 почти. Это абсолютно ненормально. Ну и есть еще одно золотое сечение. Если вы хотите устойчиво развивать свое село, обеспечить продовольственную безопасность, вы обязаны минимум 10% расходной части бюджета тратить на эту отрасль. У нас 10 лет подряд, 1,5% и ничего больше. Одни разговоры. Если посмотреть на примеры, у нас с вами есть уникальный пример. После страшного дефолта, когда ввалили всю финансовую систему, когда цены просто развалились, и можно было породить большую смуту и бунт. Мы еле-еле тогда уговорили здесь в Думе вместе с Харитоновым, Кашиным, Мельниковым, Примаковым пойти премьером. Он сказал, давайте Маслюкову. Он возглавлял Госплан, и он знает, как работать с министерствами и ведомствами. И Грачин, когда согласился быть главным банкиром, его признавали и на Западе, и у нас в стране очень уважали. Они приняли всего три меры, которые остановили рост цен и заставили всех работать. Хотя МВЭХ и все кураторы, которые сидели тут от американцев, отказывались это делать и поддерживать. Первое. Они пригласили всех руководителей и сказали, если у вас есть реальная программа, мы ее профинансируем. Но деньги вам дадим под конкретные производства с правом их использовать только на эти цели, будете отчитываться каждый месяц. Согласили все. У нас промышленность прибавила в тот год 24%. Они дали средства на народные предприятия и приняли закон. Мы тогда создали 200 предприятий, которые стали локомотивами. Эти предприятия сегодня не берут ни копейки в государство. Казанков сидит, у него 200 с лишним тысяч голов свиней, 20 с лишним тысяч голов коров. Построили три крупных предприятия, мясокомбинат, молочное производство. Своих 780 магазинов обслуживает 12 регионов. Десятый год судят и никак не отвяжутся. Вот эта свора, которая душила народные предприятия, продолжает душить. У Грудинина лучшая социальная сфера. Зарплата выше 100 тысяч рублей полностью обеспечивает всех детей, женщин, стариков и зарплаты социальными льготами. Приезжайте, радуйтесь. Мы еле убедили, после того, как президент Путин поручил правительству вместе с Кашиным провести общероссийский семинар. Провели, сняли фильм «15 минут» об опыте трех лучших предприятий, еще у Соли Сибирской, Сумарокова, которая является лучшим в Сибири. И что вы думаете? Я пять раз спросил в Думе «Единую Россию» и российское телевидение. Покажите этот фильм об уникальном опыте лучших предприятий, где счастливые люди, счастливые дети и полностью реализуется установка президента по поддержке такого рода предприятий. Так и не показали. Они не заинтересованы в уникальном опыте, когда умное предпринимательство объединяется с современными технологиями и с выдающейся социальной заботой о гражданах и кадрах. На мой взгляд, главная причина этих сбоев проблем – отсутствие элементарной системной работы по выйду страны из кризиса. Все в мире, даже идиоты, знают, что есть локомотивы, которые вытаскивают в ходе кризиса любую нацию, любую страну. Первый главный локомотив – агропромышленный комплекс. У него надо вкладывать минимум 10-12%. Они не хотят даже рассматривать. Европа вкладывает 33%, Америка – 24%. Советская страна вкладывала от 15% до 20%. Каким образом можно развивать хозяйство, если вы не обновляете фонды и не поддерживаете сельхозмашинстроение? Мы охрипли с Харитоновым, вот Коломейцев сидит, упрашивали – поддержите сельхозтехнику. У нас Россельмаш объединяет по кооперации тысячу предприятий. Кировский завод – 600. Мы еле-еле выбили 16 миллиардов для того, чтобы хоть как-то стимулировать это производство. А мы же научились делать и хорошие трактора, и хорошие комбайны в принципе. Но каждый раз натыкаемся на такие барьеры, которые просто иногда обескураживают. Кашин убедил на встрече с президентом рассмотреть на госсовете этот вопрос. Отработали программу, подготовили план, приняли соответствующие законы, стали рассматривать на бюджете, все уполовинили, урезали и говорят, что будет все прекрасной маркизы. Ничего не будет. Будут цены расти при такой внутренней политике. Вот сейчас начинаем формировать на новую трухлетку бюджет. Мы обязаны все вместе осознать, что это вот и должна быть поддерживаться. У нас единственная отрасль в прошлом году, которая дала плюс 2%. Это аграрный сектор. Но если бы мы тем зерном, который гордятся, что его возят на границу, если бы мы с ним распорядились по-хозяйски и переработали, мы эту пшеницу везем в Турцию, там меряют муку и нам привозят, продают в полтора-два раза дороже. Это проблемы все решаемые. Программы готовы. Законодательная база тоже. Но нет реального отношения, в том числе и нынешнего правительства, к этой проблеме. Вчера, я завершаю Куличаю, телевизор решил посмотреть, каким образом перед нашими слушаниями реагирует правительство. Самое любопытное. Вдруг бежит строчка и пишут, что теперь начинают они внимательно отслеживать каждый день цены на сельхозтовары, на продовольствие и так далее. Любой руководитель, кто занимается производством, знает, что утро надо начинать с оценки ситуации, прежде всего цен. Мне в молодые годы поручили вести торговлю в сферу обслуживания. Я сказал, это не моя сфера. Говорит, ну ты второй отвечаешь за комиссию. Я начинал всегда утро с рынка, с магазина, с гастронома, с госпромторга и с транспортной колонны, которая что машин поставляла за продовольствием. Если не поставили, значит, куда-то не довезут. Это только начинают мониторинг, хотя это их прямая обязанность. Включаю четыре канала телевидения. Американская жизнь, споры в королевском семействе, занесло дороги, коронавирус и скандал на Украине. Жизни нормальные, которые интересуют человека, и цены, учеба, образование, безработица, не обсуждается на главных каналах, хотя там надо искать ответы на эти ключевые вопросы. Ну и в заключение. Мы все готовимся к большому событию. 60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин, русский советский офицер, прорвался в космос. Спустя несколько лет полет Леонова и Савицкая, она у нас дважды герой, единственная женщина на планете, дважды герой Советского Союза, они оба выходили в космос. Тогда появилась надежда, что будут новые лекарства, новые продовольствия, новые растения, и появилась у человечества надежда решить эти проблемы. Я читал материалы американского знаменитого форума, когда приняли решение к 2000 году всех накормить, построить жилье, в общем, создать настоящее благо, будет мировой коммунизм. Пришел 2000 год. На первом месте голод и нищета. На втором месте болезни, появились такие болезни, которых и не было. На третьем месте терроризм и разрушение экологии природы. Прошло еще 15 лет. Вот сейчас мы увидели, еще и появился коронавирус. На мой взгляд, та система, которая именуется глобальным олигархическим капитализмом, ни одну социальную проблему решить не в состоянии. Поэтому сейчас вот в Давосе столкнулись две линии. Глобализация по-американски, вы враги номер один, а вы, коммунисты Китая, не достойны чего. Вы 700 миллионов вывели из нищеты, превратили свою страну в супердержаву. Вас будем казнить, преследовать, санкции накладывать и так далее. И вторая тема социализации. Вот я сторонник социализации, общественной жизни. Тогда забота о человеке, о продовольствии, о ценах, о жилье, о здоровье будет главной. Тогда будет все в порядке. Пожелаем Кашину успехов!